Таджикистан Япония беспокоит рост рождаемости в Таджикистане. Таджикистан в очередной раз попал в списки беднейших стран. Трудовые мигранты не могут вернуться в Таджикистан из Турции. Чрезвычайный полномочный посол Японии в Республике Таджикистан Аджиме Китаока и директор фонда народонаселения ООН UNFPA в Таджикистане Миека Ябута подписали соглашение о финансовом вкладе правительства Японии в UNFPA в размере около 1 млн 715 тыс. долларов США для поддержки проекта укрепления национальных служб планирования семьи. На период с 2017 по 2020 годы сообщает информационное агентство ОВЕСТА 9 марта 2017 года. По заявлению японской стороны правительство Японии будет финансировать здравоохранение Таджикистана в области предотвращения нежелательных беременностей, поставляя в страну контрацептивы. Миека Ябута заявила, планирование семьи помогает предупредить нежелательные и часто сопряженные с высоким риском беременности и позволяет женщинам и семье планировать свою жизнь. Это одно из наиболее эффективных услуг в области здравоохранения по затратам и является ключевым компонентом охраны здоровья матери и ребенка в Таджикистане. Оно помогло улучшить здоровье женщин и детей и снизить материнскую и детскую смертность в Таджикистане и во всем мире. В свою очередь, таджикская сторона с радостью приняла это предложение, как это уже стало привычкой для правительства Таджикистана принимать любого вида помощи, не поразмыслив о последствиях. Следует заметить, что сам по себе такой сомнительный подарок со стороны ООН связан с невероятно высоким уровнем рождаемости в Таджикистане. Вице-спикер Нижней Палаты Парламента Республики Таджикистан Хайри Нисо Юсуфи заявляла на круглом столе под названием «Демографические факторы. Человеческое и экономическое развитие». Таджикистан – один из лидеров в странах СНГ по темпу роста численности населения. Так, за последние 15 лет рост населения Таджикистана составил 26,3%. Если такие темпы роста продолжатся, то в 2020 году численность населения Республики составит 10,65 миллиона человек. Таджикистан в очередной раз попал в список самых бедных стран в регионе, при этом в общем мировом рейтинге оказавшись на 157 месте. Результаты исследования «Самые богатые и бедные страны мира» обнародовало финансовое издание под названием Global Finance. Издание использовало данные Всемирного банка и Международного валютного фонда по показателям ВВП на душу населения. Оказалось, что Таджикистан в рейтинге занимает 157 место среди приведенных в нем 189 стран мира. Отмечается, что на каждого жителя Таджикистана приходится всего 2982 доллара от общего объема ВВП республики, причем Таджикистан оказался в рейтинге среди 33 беднейших стран, почти все из которых находятся на африканском континенте. Среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место занимает Казахстан, 54-е, где ВВП на душу населения составляет 25 669 долларов. Туркменистан занимает 73-е место 17 347 долларов. Узбекистан 127-е место 6 452 доллара. Кыргызстан 148-е место 3 467 долларов. Россия с ВВП на душу населения в размере 26 109 долларов представлена на 52-м месте. Многие таджикские трудовые мигранты опасаются возвращаться на родину. Опасаясь преследований со стороны властей по обвинению в экстремизме, сообщает Озади. Напомним, что наплыв таджикских трудовых мигрантов в Турцию в поисках работы начался после того, как Россия начала массово депортировать трудовых мигрантов из Центральной Азии, в том числе граждан Таджикистана. Тогда перед гражданами Таджикистана встал вопрос о том, куда можно отправиться на заработки с целью обеспечения своих семей. И Турция оказалась удачной альтернативой России. Таким образом, правительство Таджикистана, с одной стороны, не может самообеспечить работой своих граждан, по причине чего они вынуждены искать пропитание вдали от своих семей. А с другой стороны, власти преследуют тех из своих граждан, которые находятся в трудовой миграции в Турции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok